11.06 в Кирове на 101FM. Дневной разворот. Владимир Сметанин. И Юлия Афанасьева. Добрый день. Сегодня вторник, 5 декабря. Юль, ты помнишь 2017 год? Основная тема у нас его в нашей стране. Помнишь? Чему посвящен год? Уходящий. Год экологии. Все верно. Год экологии. Вот, наверное, настала пора еще раз поговорить об экологии. Будем мы это делать во втором часе. Один из активистов городских в плане экологии к нам придет, Ольга Шаклеина. Не первый раз уже будет в нашей студии. Расскажет о мероприятии, которое пройдет 10 декабря в библиотеке имени Герца. Называется это все «Эко, красота и жизнь». Звучит хорошо. «Эко, красота и жизнь». А если еще с выражением сказать? Да. Ну, про жизнь и про здоровье мы тоже будем говорить. Прямо сейчас начнем этим заниматься. У нас в студии Николай Семеновский, председатель комиссии по вопросам здорового образа жизни общественной палаты Кировской области, главный врач Кировского областного клинического перинатального центра. Добрый день. Добрый день. Николай Владимирович, рада приветствовать вас в нашей студии. Тему сейчас заявим сразу же, да? Да. Мы будем говорить сегодня в общем и целом о том, чем занимается комиссия по вопросам здорового образа жизни общественной палаты. Но главная история, на которой мы сосредоточимся, это вес школьных рюкзаков в младших классах. И тема, которую мы сформулировали, звучит так. Общественники обеспокоились размерами и весом школьных рюкзаков. Но я так понимаю, что касается это все маленьких детей. С первого по четвертый класс. Младшеклассники, да. У нас есть опрос на сайте эхокирова.ру и на нашей странице ВКонтакте. Вот скажите, пожалуйста, наши слушатели, размеры рюкзаков современных школьников вам в глаза бросаются в глаза или не бросаются? Мне, честно говоря, бросаются. Когда идешь по улице и видишь, что вот этого маленького человека, у которого такой баул висит сзади, господи, дуновение ветра, сейчас он напрокинется туда-назад, такое ощущение. Нет, нет волны. В руках еще лыжи? Мне жалко, как родители. Безменная обувь. Да, бросаются. Так вот, как у нас голосуют пользователи. На странице ВКонтакте 80% за то, что да, действительно бросаются в глаза, не бросаются 20%. И еще, я думаю, что имеет смысл призвать родителей, звонить нам тех, кого волнует эта тема, по телефону 211-101. Что вы делаете, чтобы уменьшить вес школьного рюкзака? Есть ли у вас какие-то свои личные советы, лайфхаки, что вы вторую обувь, сменку оставляете сразу в школе, не уносите ее оттуда? Вообще, возможно ли это уменьшить? В спортивную форму. Да, и возможно ли это, в принципе, сделать? Звоните, делитесь с нами своими находками, как лично вы выходите из этого положения. Может быть, вы возите своего ребенка в школу и из школы на машине, то есть он у вас все это сам не перетаскивает. Или сам ребенок ездит на машине. В багажник закинул, да, вышел. 211-101, телефон прямого эфира нашей студии. Ну а мы пока начинаем с Николаем Владимировичем Семеновским. А вот, наверное, первый и главный вопрос, да, откуда в поле вашего зрения появилась эта тема? И почему именно сейчас, вот в разгар учебного года, она зазвучала? Ну, причин несколько. Одна из причин, что достаточно много родителей обращались к нам и в комиссию общественной палаты, да, что есть трудности определенные. Ну, во-вторых, я трижды дедушка, у меня внук ходит в школу. Те же самые проблемы возникли. И начинают обращать внимание на вес рюкзаков. Есть санитарные правила, установленные уже давно, где четко определено, какой вес рюкзака должен быть у ребенка. Сам вес рюкзака не должен превышать ранца 700 грамм. И предельно допустимый вес, который может носить ребенок, это первый и второй класс не более полутора килограмм. Седьмой и восьмой не более трех с половиной, а девятый и одиннадцатый не более четырех. Ну, сразу понимаю, что там уже намного превышает. Так, давайте подождите еще раз. Начальная школа не более полутора килограмм. Второй класс не более полутора, третий и четвертый не более двух килограмм. Пятый и шестой — два с половиной, седьмой и восьмой — три с половиной, девятый и одиннадцатый — четыре килограмма. Это содержимое рюкзака. Плюс сам рюкзачок. Сама оболочка, да? Семьсот грамм может висеть. А это нормы, установленные чем? Минздравом? Есть нормы, нет, установленные санпином. Санпин. Он установлен в десятом году. Эти нормы обязательно для всех учебных заведений, в принципе, нашей страны. Но, кроме того, есть гигиенические нормативы. Там они более мягкие, но там указано, что вес рюкзака, который носит ребенок, не должен превышать 10-15% веса тела ребенка. Если мы берем первоклассника, средний вес первоклассника 20-25 килограмм, берем 10%, это значит, 2-2,5 килограмма — это предел вместе с весом рюкзака. Но это вот как раз получается полтора килограмма плюс семьсот грамм. Плюс семьсот грамм, да. Это так и получается. У нас же сейчас, когда мы взвешиваем рюкзачки, бывает весом 5-6-7 килограмм, плюс ребенка в руках лыжи, плюс сменные обуви для школы, плюс рядом еще в этом же пакетике лежат лыжные ботиночки. И ребенок висет практически половину собственного веса. Это вы лично экспериментальным путем как дедушка выяснили? Или в том числе и как дедушка. Как дедушка. Поэтому в первом классе детей часто родители провожают до школы именно с этой целью, чтобы облегчить им труд. Но не все это могут делать. У нас проходит диспансеризация детского населения в стране. Обратили внимание, в последние годы очень сильно на здоровье населения детей. Ну и уже, по всем данным, за первые 5 лет обучения 30% детей падает зрением. В том числе это сказывается и та физическая нагрузка, которую ребенок испытывает. Это сколиозы. Зрение и нагрузка, поясните, как связано? А когда? Как связано зрение с весом рюкзака? Оно взаимосвязано. Нагрузка увеличивается общая и на систему обращения, на все, повышение давления точно так же сказывается и на зрении. О как. Каждый третий практически, да? Да. Это только одна из составляющих. Не только вес рюкзака играет роль, понятное дело, но и он тоже вкладывает свои. Вот скажите, пожалуйста, тут основной, наверное, вопрос. Зачем эти санпины нужны, если они не соблюдаются? Ну, как говорят, в России очень много законов и очень строгие. Но строгость их сглаживается необязательностью их исполнения. Потому что никто не контролирует, никто не проверяет. Но, видимо, не созданы условия. Для того, чтобы создать условия, наверное, нужно подходить более серьезно. Ну, во-первых, в первых классах классически по правилам детям не задают домашнее задание. То есть у него дома-то учебников не должно было быть. Его учат в школе. Но у нас ведь это все не так. Это вот сейчас мне прямо смешно стало. И глаз так начал слегка дергаться. Поэтому подход такой, что здесь решить проблему можно либо двумя комплектами учебников. Один дома, один в школе. Либо через школьную библиотеку. Чтобы ребенок получал второй комплект, который для дома через школьную библиотеку и не носил. То есть чтобы портфельщики у него с собой были только рабочие тетради. Ручка там, карандаши. Легкий перекус. И все. Второй вариант это понятие смены на обувь во многих школах, которые по современному типу сделаны. Там уже есть индивидуальные шкафчики у детей, где они могут хранить эту обувь. Лыжи, наверное, должны либо представляться лыжной базой школы, либо они должны арендовать лыжную базу, где дети будут получать эти лыжи. То есть вариантов там много. Видите, проблема поднята. Сейчас ее прилистят. На самом деле она такова. Мы всегда пытаемся быть уверены в своей правоте. Может, это не так. Поэтому мы и обратились к общественникам, к членам общественной палаты, к населению, чтобы они взвешивали рюкзак. И нам только писали одну вещь. Вес ребенка, вес рюкзака. Например, второй класс школы номер 47. Вес ребенка такой-то, вес рюкзака такой-то. Чтобы мы могли встретить. Может, в одной школе как раз дети ходят с очень тяжелыми, в другой с легкими. Тогда уже будет система выяснить, а почему-то так. Где хорошо решено все. Цель ведь не наказать какого-то директора школы, еще что-то. Понять проблему, вникнуть ее. Ну и дальше уже поискать варианты. У нас есть звонок. Давай поясним. Уважаемые родители, сейчас если вы не поняли, если у вас ребенок, если вы бабушка, дедушка, взвесьте своего младшеклассника, взвесьте его, взвесьте рюкзак отдельно. И эти данные, получившиеся, напишите, какой класс, отправьте на адрес электронной почты общественной палаты. Общественная палата, можно к вам. А можно нам, конечно, поделимся. Сколько исследований этот будет проводиться? В течение декабря и, может быть, в январе. Так, давайте примем звонок. Давайте. Да, добрый день, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Татьяна, я 45 лет проработала учителем. Решала вопрос очень простым. Дети покупают учебники, правильно? Да. Год проучились, куда девают учебники? Я на последнем собрании у родителей приходила и говорила, если вам не нужны учебники, подарите мне. И в кабинете у меня стояли все комплекты. И по моему предмету дети не носили никаких учебников. Сделать это элементарно просто. Пусть депутаты купят какие-то для своих, пусть вот Семеновский купит для своего класса какой-то учебник и соберут в школах, и дети не будут ничего носить. У них будут дома учебники и в школе учебники. Решить этот вопрос очень просто. Спасибо. Татьяна, простите, а какой предмет преподавали? Иностранный. Иностранный. А вы знаете, сколько там книга, книга для чтения, тетрадка, тетрадь по грамматике. И все это у меня стояло в кабинете. Спасибо вам большое за ваш комментарий. Спасибо. Ферштейн. Можно сразу сказать, это очень хороший вариант, очень здорово было. Это когда все учились по единой программе и все учились по одним учебникам. Сейчас в некоторых школах первый А-класс учится по одним учебникам, первый Б по другим, первый Б по третьим учебникам. Но это тогда просто... Проблема как раз должна быть именно нормальная унификация системы обучения. Тогда это будет идеальный вариант. Но только не учителю можно задавать, это можно задавать именно в школьную библиотеку, и в школьную библиотеку дети будут получать. Вот давайте сейчас прервемся, да, на перерыв. Я напомню, что в студии у нас Николай Владимирович Семеновский. Обсуждаем мы размер и вес школьных рюкзаков, как можно решить эту проблему, чтобы дети не перетаскивали половину собственного веса. На минуту сейчас уйдем, очень скоро вернемся. А сейчас еще, кстати, гололед в городе, да? И этот рюкзак везет за спиной ребенка. Ну, сейчас-то, предположим, не гололед. Сейчас вот, например, перед эфиром я отвезла ребенка в театр, пока высаживала его из машины, ноги все промокли, потому что каша. Сегодня каша. Гололед был вчера. Давайте будем продолжать все-таки говорить, обсуждать эту тему тяжелых рюкзаков. Еще раз, Николай Владимирович, вы куда, собственно, вы все эти информации, эти данные соберете, да? Вам будут присылать. Кстати, уже присылают на электронную почту, уже приходят эти замеры детей и рюкзаков. Вот соберете вы, и что дальше? Значит, мы проведем собственный анализ, проанализируем где как, и все эти данные представлены в Министерство образования Кировской области и Министерство здравоохранения Кировской области, чтобы получить от них информацию определенную, ну и дальше уже обсуждать этот запрос, видимо, с членами правительства Кировской области, с Министерством образования, каким путем можно эту проблему решить. Может быть, она где-то в школах решена, почему мы пытаемся это выяснить. Некоторая школа решена. Тогда вот этот передовой опыт и необходимо, наверное, внедрять для наших детей. Что именно это будет требовать от МИНОБРа и Министерства? Соблюдение законов! Общественная палата ничего требовать не может. Общественная палата только выясняет проблемы, и предлагает варианты их решения. В том числе предлагает и правительство области, и законодательное собрание. А дальше принимают решения те, кто вправе принимать решения. Но это вот, наверное, такая история, когда имеет место быть общественный контроль в лучшем его виде. Когда есть определенные нормы законодательства, общественная палата проверяет, исполняются они либо не исполняются, и, собственно, указывает законодателю на это. Друзья, есть такие-то нормы, но они у нас нарушаются. Давайте что-то делать. Правильно. Ну, вы сказали, просто там будете требовать предусмотреть место какое-то, чтобы сменную обувь оставлять? Нет. Мы пока можем говорить это в общем. Пока мы не знаем всей проблемы, не оценили ее. То есть мы должны оценить проблему, довести ее до тех, кто может в нее более глубоко вникнуть, и дальше решать, искать варианты решения. Просто там может получиться так, что... По учебнику ведь нам предложили вариант хорошего, а ведь раньше так и был. Может быть, придется что-то настолько менять, что образовательное учреждение с этим просто не в силах, не сможет справиться. Вот для этого и решаем вопрос. Чтобы найти варианты возможного решения. Где-то требуются большие капитальные наложения. Понятно? Это невозможно. И перестраивать школу, там еще что-то. Например, вариант решения, вот по учебнику, как было сказано, что учебники сдаются в школьную библиотеку, и потом дети получают. Домой этот экземпляр бесплатно? Нет проблем. Вот те сообщения, которые уже поступают, что вы видите? Вы же анализируете? Пока мы только собираем их, пока анализ мы не проводим, потому что не так их много пока. Но по большинству идет значительное превышение веса рюкзаков. А известен ли вам, может быть, опыт по России, как решается эта проблема? Значит, проблема общая российская, почему мы этот вопрос поставили и перед Общественной палатой Российской Федерации. Мы решили оценить у нас в регионе, как оно у нас. А дальше уже наши результаты, наши предложения будут правильные в Российскую палату. Вполне возможно, этот анализ будет проводиться и на территории России. Ну а вот смотрите, да, буквально накануне, Володя, когда мы с тобой готовились к эфиру, читали статью про красноярских школьников, где в нескольких школах проведен эксперимент собственно с электронными учебниками. Здесь вопрос упирается во что? В бюджетные деньги, в желание родителей, в желание школы, желание родителей. — Значит, электронный учебник — это вещь довольно-таки неплохая, только сразу говорят, что это очень здорово. Стоит электронная такая книжка полторы-две тысячи рублей, и все вопросы решены. Навряд ли, во-первых, стоит полторы-две тысячи рублей. Хорошая книжка, которая не будет садить зрение ребенку. Есть же определенные генетические нормативы, сколько времени ребенок может смотреть. — С планшет. — С планшет, да. Поэтому здесь же дело специалистов, наверное. Вполне возможно, по многим предметам это возможно, но сразу говорю, хорошая электронная книжка стоит не такие дешевые. — Понятное дело, что один гаджет тут заменяет весь набор учебников, которые там необходимы. — Нет, ну слушайте, мне кажется, у каждого... — Вы в интернете можете найти все учебники в хорошем качестве? — Я не пробовал, честно говоря. — Ну, вряд ли. — У тебя еще дети не доросли. — Ребенок не дорос. — Это тогда, получается, вопрос централизованной закупки этих учебников. Как сейчас учебники закупаются, ну, условно, по рекомендации, что мы идем, покупаем автора такого-то там издания, такой-то учебник такой-то. Наверное, так же и в случае с электронными учебниками. — Видите, вопрос должен быть еще на Министерстве образования страны. Достаточно большое количество лет назад я столкнулся с ситуацией, когда ребенок переходит в дорогу, смотрит вначале направо, доходит до середины дороги, смотрит налево и переходит дальше. Меня так задело, я сразу стою на ребенка и спросил, что это такое. — А нас так в школе учат. — Я говорю, а как? — У нас в учебнике написано. — Поясните, как надо, Николай. — Я взял учебник и посмотрел. Изумительный учебник. Английский. Прекрасно переведен, с изумительными картинками. Только в Великобритании. — Только движение. — Другое правило движения. И переводчик, не понимая это, перевел из слова в слово, и учитель в школе, который не имеет собственных прав, учит ребенка по этому учебнику. И ребенок, выходя на дорогу, смотрит. — Направо не приблизится к нему машина. А по этой полосе машина подставляется слева. — Смотри туда слева, да. — Вот и все. Понятно, после этого я не выдержал, подошел директор школы и сказал, вам надо изымать этот учебник только из-за этой причины, что могут пострадать дети. И таких примеров можно постоянно много привести по нашему учебнику. Но это отдельная тема, наверное, не здоровый образ жизни. — По поводу электронных учебников, наверное, при желании можно изучить опыт других регионов. Потому что вот в этой же статье про Красноярск написано, что дети пока используют свои устройства. Я вот лично верю, что у большинства... — В смысле родители покупают? — Да, планшеты. Я лично верю, что у большинства первоклассников уже есть свой планшет. — Ну, если не у большинства, ну, навряд ли у большинства. — Либо это можно купить, но как альтернативу учебникам. Потому что учебники тоже недешевы. — Возможно, стоит рассмотреть такой вариант. — Вот это вопрос, Николай Владимирович. Это волевое решение должно быть? — Нет. Я говорю, вот подобные решения волевыми не должны быть. Они должны вначале вникнуть и разобраться. Сразу говорю, еще раз, какое качество планшета, какое качество изображения, какое качество этого учебника, который там находится. Если он будет снят на ярком белом поле, извините меня, с планшета яркое белое, с контрастом резко черного, это будет крайне отрицательно влиять на органы зрения ребенка. — Сказываться на зрении, да? — Поэтому здесь работа, наверное, соответствующих НИИ и специалистов, а не нашего. — Ну, хорошо. А вот, допустим, вы изучите вопрос с весом школьных рюкзаков, предложите вариант решения, там придете с этим вариантом решения в Минобор, а вам скажут, вот, знаете, все хорошо, но денег нет. — Могут сказать. — Ну, нам же премьер сказал, денег нет, но вы держитесь. Поэтому будем держаться. — Мы держимся. Ну, нет, а вот что тогда? — Значит, самое-то главное, но понять проблему, есть она или нет, найти варианты ее решения, и дальше уже, в принципе, я думаю, что и правительство наше настроено, чтобы дети были здоровыми, она будет прорабатывать свои варианты, но и общественность будет тоже самое контролировать, продавать другие варианты решения. Пока рано, скажем так, делить шкуру неубитого медведя, на начале медведя выследить, пристроить, разделать, а потом уже эту шкуру разбираться. — Николай Владимирович очень образно. — Ну, мы понимаем, да. А если вот расширять уже так нашу тему, до этого уже какие-то инициативы вот так собиралось, мнение в рамках комиссии по вопросам здорового образа жизни, и уже вот взаимодействие с Минобором, с Минздравом было, поясните, пожалуйста, то есть можно ли надеяться на то, что и в этот раз положительно решено? — Общественную палату Кировской области слышат, в том числе правительство Кировской области. Я считаю, что наш регион один из тех регионов, где с первые дни работы общественной палаты правительство прислушивается к мнению общественной палаты, и многие вопросы решают совместно. Даже показательно то, что не так много регионов, где общественной палате дано право законодательной инициативы. Не так много палат, которые имеют это право. — Меньше половины, по-моему. — Вопросов поднималось достаточно много. Вопросы поднимались, и вот сейчас снова поднимается вопрос. Это и по летней оздоровительной кампании. Например, если так в прошлом году, скажем так, она частично была провалена, то в этом году уже заметны избеги в положительную сторону. Но опять же... В прошлом, в 16-м имеете в виду? Да. То в 17-м году уже положительные избеги наметили значительные. Я думаю, что как раз общественная палата вместе с правительством работают над этим, над улучшением этого отдыха детей и оздоровления. А что там не так? Ну, это отдельный разговор. Давайте не будем сегодня его касаться. Нет, просто слово такое проваленное. Это прям вообще все крест. Во-первых, оздоровление у детей значительно меньше, чем планировалось. Были определенные проблемы с подготовкой лагерей. Были проблемы, скажем так, с кишечными инфекциями. То есть были определенные проблемы, которые уже в принципе в 17-м году были решены. И решены довольно-таки неплохо. Николай Владимирович, вы говорите, что вы трижды дедушка. Сколько вашим внукам? Моему внуку 8, 5,3. Ага, 8, 5,3. Ну, то есть 8 это еще маленький. Хорошо, а вы бы отправили своего внука в летние оздоровительные лагеря в Кировской области? Конечно. Ну, видите, если я назову пару лагерей, то это получится... Это как реклама уже будет. Это уже нельзя использовать. Но скажу, у нас очень неплохие лагеря в Кировской области есть. И с очень хорошими программами. На самом деле, что другим даже регионам имеет смысл брать пример с нас. Я, честно говоря, ничего не могу сказать о наших лагерях. Я там давненько не был просто. Ты просто задала такой вопрос со скепсисом. Да, со скепсисом, потому что я помню историю, которая случилась этим летом, про ребенка, который вернулся с синяками из детского оздоровительного лагеря. И вот здесь, на этом же месте, в этой же студии, сидели ответственные люди и говорили, ну, а что такого? Бывает, в смысле? Да, бывает. Ну, а что, ничего страшного. А почему вы не сообщили родителям? А мы не обязаны это были делать. И я, как мама сына, я понимаю, что, наверное, мой ребенок, когда вырастет, я была бы, мягко говоря, очень расстроена, если бы мой ребенок в таком виде вернулся из лагеря. Касались этой проблемы? Нет? Не касались? Честно говоря, нет. Этой проблемы мы не касались. Но дети из школы приходят с синяками. Ну и что? Приходят. И определенный период наступает, когда хотят, не хотят. Дети выясняют отношения между собой. Пускают кулаки в ход. Да. Или рюкзаки, о которых мы сегодня говорим. Или рюкзаки весом килограмм пять плюс. Сейчас у нас будет небольшая реклама. Напоминаем, что у нас в студии Николай Семеновский, представитель комиссии по вопросам здорового образа жизни, общественной палатки Русской области, главврач областного перинатального центра. Мы еще пройдемся после рекламы по повестке, собственно, которую обсуждает комиссия по вопросам здорового образа жизни. Да, поговорим о том, чем же занимается еще комиссия. Да, и это все через полторы минуты. Продолжаем нашу беседу с Николаем Семеновским, Юлией Афанасьевой. Владимир Сметанин. В первой части нашей программы мы поговорили про вес школьных рюкзаков. Я коротко резюмирую. Младшие школьники, которые весят сами примерно 20-22 килограмма, перетаскивают на себе рюкзаки весом порядка пяти килограмм, плюс сменная обувь, плюс лыжи зимой, плюс ботинки от этих лыж. При том, что нормы СанПина говорят нам о том, что, например, ребенок, учащийся первого-второго класса, должен носить рюкзак не более полутора килограммов, плюс вес рюкзака 700 граммов. Сейчас общественная палата собирает весь опыт и всю проблематику на эту тему. Поэтому, уважаемые родители, если у вас в семье есть первоклассник, второклассник, третий, четвертый класс, взвесьте, пожалуйста, своего малыша, взвесьте его рюкзак и напишите на электронную почту общественной палаты opco43sobakaopco43.ru напишите, сколько лет вашему малышу, какой класс, вес малыша, вес рюкзака. Общественная палата изучит весь этот массив данных, поймет, действительно ли эта проблема настолько широка, насколько нам сейчас это видится, и, соответственно, дальше будет этот вопрос решать вместе с правительством области, вместе со школами, в которых есть удачный опыт, и вместе с вами, дорогие товарищи родители. Пишите на адрес общественной палаты. Ну, а мы, наверное... Вы когда проанализируете, Николай Владимирович, вы все опубликуете, да? Конечно, информация будет и на сайте общественной палаты. Обязательно. Вопрос изучается в декабре и в январе, поэтому, друзья, есть у вас полтора месяца для того, чтобы написать в общественную палату, поделиться с ними этими данными. Я думаю, что, Николай Владимирович, не последний раз у нас в студии, когда закончатся ваши исследования, вы также к нам придете, поделитесь его итогами и путями решения, которые вы видите, тем, что же будет происходить дальше. Конечно. Вторая часть программы у нас... Да, давайте сейчас в более ранний возраст отправимся. В более ранний возраст, давайте. Сейчас поговорим о том моменте, когда вообще человек появляется у нас на свет. Неоднократно мы от чиновников наших областных в этом году слышали, что у нас серьезные проседания порождаемости у нас в этом году. И вот вы, как главврач областного перинатального центра, безусловно, обладаете этой информацией актуальной. Итак, что с рождаемостью? Рождаемость падает не только по области, рождаемость падает по стране. Мы вступили в определенную эпоху волны демографического снижения. Эта волна наложилась, третья волна послевоенная, плюс, самое главное, это волна снижения 90-х годов. В 90-е годы, когда пришел русский крест, когда рождаемость резко упала, смертность резко выросла, сейчас как раз входят в детеродный возраст те, кто родились в эти годы. А так как их количество значительно меньше, то только по этому году... Женщины 20-25 лет, соответственно. 25-27. Поэтому 20 лет. Поэтому их нет, их мало. У нас и так уже была проблема, что у нас первых детей рождалось менее 50%. В основном мы выходили в предыдущие годы с хорошим приростом рождаемости за счет вторых и третьих детей. Но вот по этому году мы уже получили провал. За 9 месяцев у нас в области родилось приблизительно на 2 тысячи детей. Меньше, чем в аналогичный период прошлого года. А в процентах? Да, сколько это? Ну, если родилось у нас до этого 16 тысяч за год, если мы сейчас даже просто эти 2 тысячи возьмем, вот мы получаем результат, который есть. Это значительное снижение. 16 есть или 18 было? В прошлом году 16 тысяч детей. 16. А в этом 14. Ну, это, собственно, 12,5%. Снижение рождаемости на 12,5% за 9 месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого. Правильно? Вы говорите за всю область. Говорите не только за область. Да, мы говорим о результате именно по области. Такая же ситуация последствия в других регионах. Ну, видите, обратили на это внимание и президент страны. Поэтому при последнем выступлении его было дано значительное количество поручений для правительства. как повысить рождаемость и как облегчить, скажем так, родителям содержание детей. Но проблема, на самом деле, очень серьезная. Если мы таким же темпом пойдем дальше, то вопрос станет, извините меня, о вымирании нации. Николай Владимирович, а вы среди причин снижения рождаемости видите только вот, ну, естественные причины, я имею в виду демографическую яму, то что... Численность женского населения. Да, численность девочек, которые рожают детей сейчас физически меньше. А не видите ли вы, ну, некие внешние причины, да? Значит, причин здесь достаточно много. Вот проблема как раз вот этого кризиса предыдущего, одна из главных причин. Это провал. Если до этого мы его компенсировали, говорю, рождение вторых, третьих детей, четвертых, которые рождались в Кировской области, то сейчас люди родили уже вторых, третьих, и сейчас стоит задача именно поднимать первородков. Будем говорить по-честному, ну, везде, во всех странах, женщина, все равно, хоть одного ребенка дороги, чаще всего. Поэтому мы и ждем этих первородков. А дальше дело государства стимулирует вторых. Но сейчас государство поставило задачу стимулировать и рождение именно первого ребенка, чтобы он рождался раньше. Тогда женщина будет шансов, что пойдет за вторым. Что понесла за первым ребенком в 35 лет и говорила, я хочу родить первенца, еще здорового. А за это время накопила уже запас собственных болезней, собственных проблем. А простите, да, вот эта цифра 12,5%, да, снижение, это в общем, да, в общем, в среднем это все дети. А отслеживайте, сколько первых детей, сколько вторых, третьих, там, последующих. А вот вы сказали до этого. Эти результаты мы получим где-то только, наверное, к концу февраля. По прошлым годам эти цифры есть. Концу февраля 18-го был 18-го. Да, да, да. Мы четко знаем полувозрастную структуру, в каком возрасте кто родил, какого по счету ребенка. Почему я говорю, что до этого у нас на самом деле в последние годы рост был рождаемости, он был неплохой, но он был за счет именно уже вторых, третьих и более детей. Вот первых уже рождалось менее 50. Сейчас значительно менее 50% рождается. По итогам года анализ будет проведен, потому что, видите, статистика сверяется серьезно, чтобы она не ошибалась. Это сверяется статистика ЗАГСов по регистрациям детей и статистика уже лечебных учреждений по количеству рождений. И вот они должны, соответственно, более-менее совпадать, чтобы не было больших отклонений. Тогда мы результат и получим. То есть менее 50% первых малышей это данные по прошлому году. Да. Да? В этот раз мы ожидаем, что по этому году будет еще меньше. А возраст, в котором женщина рожает первого ребенка, так примерно сейчас помните? В среднем? Возраст он смещается. Если раньше первых детей рожали в основном, скажем так, в 17-19 лет. Да ладно? Да. Сейчас в основном рожают 23-25. 23-25. Это средний возраст, да? Понимаете, это как средняя температура по больницам. Оно все очень относительно. Из всех возрастных групп, когда сейчас оно смещается, мы идем в сторону европейских стран, когда возраст рождения первенца смещается на более поздний. Женщины уже закончили. На более старший возраст, да? После этого поработать на работе хотя бы года 2-3 закрепиться, доказать, что она очень важна, очень нужна, и только после этого думаться. Но как только она за 3 года доказала, что да, она крутая и хороша, она задумывается ребенке и предлагает, а давайте она повышение. И тут у нее выбор. И она выбирает выбор. Либо ребенка, либо повышение. Давай-ка мы отложим еще на 2-3 года. И эти проблемы тоже на самом деле серьезны. Ну, мне кажется, вы сейчас какую-то такую далекую ситуацию рисуете. У нас все-таки больше женщин, которые не на руководящих должностях работают. Ну, заняты в сервисе, в каком-то, в обслуживании. То есть там зачастую выбора нет либо рожать, либо на повышении. Ну, какой-то привели бы просто пример, мне кажется, не слишком распространенный. Почему? Мы как раз сейчас очень распространены. Распространены? Может, я ошибаюсь. Потому что женщины на самом деле хотят быть уверены в себе, карьеру. Ну, во-первых, давайте говорить. Я не готов привести сейчас цифры, потому что нет их под рукой. Но сколько у нас зарегистрированных браков, сколько разводов, это раз. Цифры. Вы сейчас имеете в виду, что количество разводов растет или количество браков снижается? Сейчас примерно 50 на 50 у нас. И растет количество разводов. Поэтому женщина не уверена в авторе своего проекта, и она должна понимать, что она самостоятельно сможет поднимать и растить этого ребенка. Если вдруг что? Да. Если вдруг что? Поэтому в какой-то степени и это останавливает. Вот для этого и нужны серьезные государственные поддержки, в том числе. А по вашему мнению, какая мера господдержки будет наиболее действенной? Самая действенная мера господдержки, которая может быть, это не господдержка, это достаточно высокий уровень оплаты труда. То, о чем мы с вами говорили до эфира. То есть рост уровня жизни, уровень заработной платы. Если заработная плата, как в советские времена, минимальная зарплата обеспечивала гарантированно 68 рублей, при прожиточном минимуме полном 30 рублей, то она получила 2 прожиточных минимума с небольшим запасом 8 рублей. Поэтому это было гарантированно, что мать-одиночка спокойно может поднимать одного ребенка. Ну, слушайте, если вспоминать Советский Союз, то там тогда было другое время, как сейчас государство может повлиять на уровень зарплаты в коммерческих компаниях. Мы же понимаем, что если речь идет, например, о кировском бизнесе, большая часть зарплаты платится в серую. И когда разговариваешь с предпринимателями и говоришь им, слушай, а что, почему так? Он говорит, да, если я все буду платить в белую, я могу не работать. То есть это же такая вот история, это, как это сказать, палка о двух концах. Как государство может повлиять на уровень зарплаты? Для повышения, но я не экономист в сфере. Данные, но могу сказать только одно, что все зависит от бремени налоговой нагрузки. Очень значительно бремени налоговой нагрузки. На бизнес или на нас с вами? На бизнес, на любой бизнес. Бремени налоговой нагрузки. Поэтому, если человек, работодатель, он заплатил тысячу рублей, на эту тысячу рублей он еще платит все налоги, которые положены. А там процентов 50 сверху? Официально меньше, но в итоге где-то так, наверное, и подойдет. Плюс из ваших денег он вычтет подоходный налог 13%. И поэтому нагрузка велика. Собственно, вот это то, о чем мы и говорим. Может, мы отойдем от экономических тем-то все-таки? Давайте про роды поговорим. Володя, давай про роды поговорим. Про рождаемость имею в виду. Как много в настоящее время женщин, которые, собственно, без второй половины решаются на ребенка. Видите, мы не ведем такой учет у себя. У вас в психологической службе есть. Мы такой учет у себя не ведем. Понимаете, нам не важно. Пришла женщина замужняя она, незамужняя. Ребенок у нее от мужа или от соседа. Мы это не выясняем, нас это не волнует. Женщина пришла рожать. И мы оказываем ей всяческую помощь именно ей. Все остальное вторично. Если у женщины есть трудности в семейной жизни, социальные, материальные трудности, тогда подключается у нас именно социальная служба нашего учреждения. Но и в других учреждениях точно так же это есть. Социальная служба подключается. Мы оказываем всяческую помощь. Как раз надо сказать спасибо очень большое в этом вопросе и православной нашей церкви, и католической нашей церкви. Нужно сказать, мусульманам. Дело большое. Очень работают с этим вопросом. И очень помогают этим женщинам, которые в трудной жизненной ситуации. Значительно работают с этим вопросом. Ну и хочется сказать спасибо, в том числе и нашему бизнесу. Многие люди оказывают значительную помощь, но они себя не афишируют, они просто оказывают благотворительность. И это очень здорово. И что бы ни хотелось сказать, у нас на Вятке на самом деле поддержка есть. И это радует. Николай Владимирович, я вот еще хотела про здоровье малышей спросить. Тоже есть ли у вас какая-то статистика по здоровью новорожденных? Конечно, она есть. Если бы меня заранее предупредили, чтобы говорить на эту тему, я принесла всю статистику с собой. Я просто не был готов к этому, но могу уверенно сказать... В общем и целом, то есть здоровые и поколения рождаются сейчас. Да-да-да, в общем и целом. Я об этом и говорю. Атосинки не родятся апельсинки. Если мама сама по себе больна, то она не может родить здорового ребенка. Поэтому сейчас государство обратило уже несколько лет внимание на эту тему, и в стране началась диспансеризация, которая была заброшена много лет, и началась диспансеризация. Мы стали выявлять заболевания, которые не выявлены до этого у людей, их лечить, и мы получаем уже более здорового родителя. А потом уже рожать. Понятно, что дети рождаются разные. Сейчас, видите, наша страна вместе с Турцией шагнула впереди планеты всей. Ни одна страна, кроме этих двух стран, не выхаживает детей с 22 недель. Только эти две страны этим занимаются, и шаг сделан очень большой вперед. И, скажем так, результаты есть. Но понимаете, что если ребенок поделился весом 22 недели, это огромный вклад. И медицины... Сколько по весу? Полкило? Это 500 грамм. 500 грамм. Это огромный вклад и медицины, и медикаментов. И самое главное, огромная должна быть любовь и сила родителей, чтобы ребенка полностью адаптировать и вывести его без заболеваний, без всего. Многим это удается. А то, что средний возраст женщин, которые решаются на первого ребенка, он все повышается, это можно оценивать исключительно как негативно или положительно? Значит, с точки зрения демографии... Чем это чревато? С точки зрения демографии и здоровья потомков, это отрицательно. Отрицательно. Это абсолютно отрицательно. Почему? Женщина рождается определенным запасом яйцеклеток. И он не меняется по жизни, только уменьшается количество. И все, что женщина накопила, болезни и всего прочего, все о них откладывается. Мужчинам проще, у них регулярно обновляется свежий материал, у них выходит. А у женщин, кажется, накопление всех проблем, в том числе различных генетических мутаций и всего прочего. Это уже доказано, что первые роды старше 30 лет риск рождения ребенка с некоторыми заливами возрастает в геометрической прогрессии. Поэтому и оптимальный срок рождения детей, ну, я не буду говорить, как оно должно быть по природе, я скажу так, в социальном плане, но с 20 до 25 лет оптимальный срок. Нет, у нас есть закон, у нас есть рамки, у нас совершеннолетие в 18 лет, вот, пожалуйста, ты полноценный. Ну, почти что полноценный. С 19. С 19. Так, ну, а вот если все-таки говорить про тренд по здоровью малышей новорожденных. Что ты имеешь в виду? Тренд, я имею в виду, хуже, лучше тенденции. С течением времени? Да, да, да. То есть здоровье младенца, в общем, ухудшается или улучшается? Да, статистика, да. Нет, здоровье младенца, по крайней мере, не улучшается в любом случае. Я сказал уже по возрастному тренду. Но если брать это по возрастам, по всему, на самом деле, в настоящий момент, дети рождаются, многие в соответствующий период более здоровыми. Все говорят, экология, экология, это ваша дальнейшая тема. Одна штата, да, дальнейшая тема. Сказывает свою роль. Но, извините меня, в принципе, питание во многих случаях довольно-таки более разнообразное и возможность есть питаться хорошо беременным мамам. Контроль за беременностью довольно-таки неплохо стоит, если мать состоит с ранних сроков на учете, ее контролируют. В общей массе беременность протекает более хорошо. Ну, и хотим мы, не хотим. Сейчас все-таки более-менее политическая стабилизация в стране. Не то, что было в 90-х годах, когда люди боялись выйти на улицу, тебя застрелят, еще что-то. Поэтому женщина вынашивает беременность уже в более спокойной нервной системе, что точно так же сказывается положительно. Понятно, что эти стрессы, которые есть и материальные, другие тоже сказываются. Ну, что, договариваемся о следующей встрече уже с Николаем Владимировичем. То есть по итогам этого года будем разговаривать. И напомним вам, друзья, про нашу первую тему вес школьных рюкзаков ваших малышей. Взвешивайте ребенка, взвешивайте его рюкзак и пишите на электронную почту Общественной палаты Кировской области. Адрес найдете в интернете. Мы благодарим Николая Семеновского за эфир, председатель комиссии по вопросам здорового образа жизни Общественной палаты Кировской области и главный врач Кировского областного клинического перинатального центра. Спасибо. Спасибо вам. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok